В музее Первого Совета открылась выставка под названием «Человек. Земля. Вселенная», приуроченная к 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека, оказавшегося в космосе. К вернисажу долго готовились. Организаторы собирали экспонаты у разных коллекционеров. Получилась очень масштабная и очень разнообразная выставка. Даже по спектру экспонатов, это от минералов и метеоритов, и до нумизматики моделей космических кораблей. Плюс такие интересные инсталляции, это галактики, расширяющиеся вселенной, великолепные, считаю, и очень глубокие с философской точки зрения картины художника Игнатия Чапкина. То есть выставка очень разнообразная, посмотреть здесь есть что. Придя в музей, ивановцы могут увидеть подлинное фото Гагарина, сделанное в 1961 году в Москве, его автограф, многочисленные открытки и другую сувенирную продукцию с изображением человека-легенды. На одной из витрин представлен горный хрусталь, который имеет непосредственное отношение к покорению космоса. Этот горный хрусталь привезен с месторождения желанной из приполярного Урала. И абсолютно точно известно, что именно из этого горного хрусталя было сварено специальное кварцевое стекло, из которого был изготовлен иллюминатор корабля «Восток», на котором тронялся Юрий Алексеевич Гагарин. Центральная часть экспозиции – метеориты. Около 30 частиц небесных тел, найденных в разные годы и в разных частях света, а также породы, оплавившиеся при контакте с метеоритами, выставлены на обозрение ивановцев. Есть здесь метеориты железные, есть каменные. Музей Бурель, на который внес свой вклад в создание выставки, также хранится небольшой кусочек Челябинского метеорита. К нам пришел один из исследователей, один из известных ученых, который занимается геологией. Пришел к нам в музей промышленности и искусства и подарил, сделал дар фондам нашего музея частичку Чебаркульского метеорита. Она достаточно небольшого диаметра, порядка размеров полсантиметра, но по мнению этого исследователя она является настоящей. И мы также поблагодарили его и приняли в фонды нашего музея эту находку. Большая часть экспонатов, представленных на выставке, собрана сотрудниками школы-музея Литас Клео. Вот, например, эта информационная табличка оказалась в 2011 году в музее, а не на свалке. На улице Гагарина у нас висела доска на доме, где один из клубов около моста у малыша. И вот доску заменили, старую хотели утилизировать, но мы настояли на том, чтобы она была представлена в нашем музее в качестве экспоната. В общем-то, мы и гордимся, что она у нас сохранилась. Внимание посетителей всех возрастов привлечет большая коллекция космических минералов. Вот этот, например, похож по своему составу на лунный грунт. Украшением коллекции служат и модели космических кораблей. Правда, не новые, сетуют сотрудники областного центра развития детей. Мечты о покорении космоса для молодежи остались в прошлом. Но и сейчас наш регион имеет непосредственное отношение к космической отрасли. В санатории Решма космонавты проходят реабилитацию. Ивановская природа помогает набраться сил для совершения новых подвигов и открытий. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова